Время новостей В городе Пушкино прошли публичные слушания. Реабилитационный центр пригласил к себе в гости ветеран Великой Отечественной войны. Ветеранам вручили земельные сертификаты. Минутой молчания и настоящим оружейным салютом участники митингов ветеранов правоохранительных органов почтили память павших в Великой Отечественной войне. Лучшие работники получили в этот день заслуженные подарки. Победа, победа рассекает ввысь. Салюты, салюты, надо чистой. Победа, победа, это значит жизнь. Цена победы, жизнь, жизнь, жизнь. С честного ветеранов войны начался строевой смотр и митинг памяти МУ МВД России Пушкинская. Первым ветеранов и личный состав в управлении поздравил начальник МУ МВД России Пушкинская полковник полиции Алексей Головков. Он пожаловал ветеранам и личному составу крепкого здоровья долгих лет жизни и поблагодарил за службу, а также зачитал поздравительный адрес от начальника ГУ МВД России по Московской области Виктора Паукова. Сердечно поздравляю личный состав органов внутренних дел, ветеранов, членов семей с великим всенародным праздником Днем Великой Победы, Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Мужество, героизм и самоотверженность нашего народа, отстоявшего независимой страны, навсегда останутся в памяти всего человечества и служат ярким примером для продолжения славных традиций защиты Отечества. Алексей Алексеевич поблагодарил личный состав управления за службу и вручил отличившимся сотрудникам ценные подарки. В торжественном митинге приняли участие представители соседних городов Красноармейска и Ивантеевки. От Пушкинского района ветеранов поздравил заместителя руководителя администрации Владимир Спиридонов. В частности, он отметил, что в ту войну Россия показала всему миру пример стойкости и силы духа, победив столь в кровопролитной войне. К сожалению, многие наши земляки не вернулись домой с войны. И мы всегда будем помнить о них, как о бесстрашных и стойких людях. Дорогие наши ветераны, неоценим ваш вклад в то доброе, что вы сделали во имя мира на земле. Низкий вам поклон. Я желаю всем здоровья, долголетия, мира и добра. С праздником, дорогие! На митинге прозвучали песни военных лет. В исполнении молодых коллективов, пришедших выразить свою благодарность ветеранам за их героическое прошлое. ПЕСНЯ В заключении митинга все собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и троекратным салютом в честь невернувшихся с полей сражений. После чего подножию памятника возложили цветы. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Мы живы, не взлетев в объятья вечности, словно птицы над рекой, мы в бою пропали без вести, не найдя в земле покой. Публичные слушания проекта муниципально-правового акта о внесении изменений в устав города Пушкина по инициативе Городского совета депутатов прошли 5 мая в здании городской администрации. До 15 часов принимались письменные мнения по обсуждаемому вопросу, с 17 до 18 часов проходила регистрация участников слушаний. Предлагаем вашему вниманию короткий сюжет, а полную версию вы можете посмотреть в нашем эфире. Публичные слушания по вопросу внесения изменений в устав, которые фактически прекратят полномочия городской администрации, собрали полный зал активной части города Пушкина. Это действие еще интерпретируется как объединение двух администраций. Согласиться или отказаться от данного решения должны депутаты Герой, от лица которых и выступила госпожа Некрасова, кратко описав свое видение ситуации. Меры по объединению администрации в единое целое принесут не только экономическую для города, но и социальную выгоду, потому что жители города перестанут бегать из одной администрации в другую, пытаясь решить свои навалившие проблемы. Поэтому мы, депутаты города Пушкина, иницирующие принятие изменений в устав города Пушкина, просим поддержать на публичных слушаниях проект решения обнесения изменений в устав города Пушкина, Пушкинского муниципального района Московской области. К чести ведущего собрания регламент был выдержан строго, по три минуты. Но выступить смогли все желающие. Аргументов за и против с обеих сторон было высказано много. Товарищи, это наше будущее. Давайте с этим что-то сделаем. Сергей Олегович, у вас 10 секунд для того, чтобы выразить свое мнение. Я за объединение. Спасибо. 15 лет мы говорим о сокращении чиновничества и расходов. Вы думаете, хоть один чиновник потеряет работу? Нет. Вот уже сейчас звучали призывы от сторонников ликвидации городской администрации, что давайте сохраним все рабочие места. Если все сохранят свои рабочие места, то зачем тогда управлять администрацию? Что мы с вами пересаживаем здесь? Зачем пересаживать ликвидации, видите, вы не это устаканиваются? Если вы хотите сохранить им работу. А депутатов, которые хотят принять это решение, я хочу призвать помнить о выборах, которые будут 14 сентября. И помнить о личной персональной ответственности. Сейчас все ваши фамилии мы доведем до средних избирателей. И те, кто проголосуют за это решение, ваши фамилии не будут забыты людьми. Не обошлось и без курьезных выступлений. В некоторых случаях даже переходили на личности. Но в целом такое обсуждение вполне можно назвать демократичным. Сергей Иванович, если так, то я скажу правильно. Я с вами. Сергей Иванович, я с вами. Если вы останетесь, живем в мисследовании. Он останется. Сначала оставим надо. А седьмой? Он останется. Да, он останется. Решение по итогам слушаний будут принимать депутаты. День Победы – один из главных праздников нашей страны. Это день благодарности всех послевоенных поколений за мирное и счастливое детство, за спокойную и свободную жизнь. Дети и воспитатели Пушкинского реабилитационного центра пригласили к себе в гости ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы поблагодарить их за сегодняшние счастливые дни. Никто не забыт и ничто не забыто. Для ветеранов Великой Отечественной – это не просто слова. Это их жизнь, их молодость. И особенно устро это ощущается в дни празднования Победы. В дни, когда невольно вспоминаются все тяготы, предшествующие этой знаменательной дате. И чтобы как-то отблагодарить своих прабабушек и прадедушек за мирное и спокойное детство, воспитанники Пушкинского центра реабилитации подготовили для ветеранов концерт поздравления с самым главным праздником нашей страны. Совсем недавно был выпускной вечер, но так же давно это было. Идет война. Троих наших ребят уже нет живых, а войне не видно конца. Как вспомнишь, что нет Толи, Вани, Ледочки, и уже никогда ничего не будет становиться страшным. Ничего и никогда. Воспоминания, стихи, песни тех лет затронули сердца пришедших в гости ветеранов. И они тепло принимали присутствующих. И, конечно же, с удовольствием им подпевали. В заключение концерта дети подарили ветеранам открытки, сделанные своими руками и, конечно же, цветы. Вместе с ветеранами Великой Отечественной войны в гости к ребятам приехали и представители общественной организации «Боевое братство». Это, можно сказать, более молодое поколение ветеранов, познавших ужасы войны. Они тоже учились защищать родину на примерах героев той Великой войны. Ветераны, поклон вам низкий. Дорогие дети, вот, в принципе, что такое счастье, да? Вот, счастье, что у нас есть такой день, 9 мая. И, наверное, это самый святой праздник. И вот дай Бог, чтобы вы всегда были вот такими отзывчивыми, чтобы вы помнили этот день. Этот день забывать нельзя никогда. Ну, и в этот день, в смысле, в эти дни, так сказать, предшествующие Дню Победы, мы, вот, собственно говоря, решили с ребятами, ну, где-то что-то как-то помочь вам, чтобы это ваше счастливое детство было, ну, может быть, более уютное, что ли. От имени Боевого Братства поздравил ветеранов с праздником Победы Алексей Дежин. Он отметил, что у его поколения была своя война, пусть и за пределами страны. И всегда примером того, как защищать и любить родину, для них были те, кто прошел огненные годы Великой Отечественной. Что у вас в памяти до самой смерти сохранится то, что вы видели, пережили, так и у нас, вот, в сердцах останется навсегда вот эти невзгоды военных лет. И павших товарищей мы, конечно, тоже никогда не забудем. Михаил Ножкин, мы так давно не отдыхали. Мы так давно, мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали. А завтра, завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. После торжественной части праздника, по традиции, всех гостей центра пригласили к столу на чашку чая. Программа губернатора Московской области предполагает выделение ветеранам земельных участков. Но их оформление требует время. Ускорить этот процесс и порадовать ветеранов ко Дню Победы смогла районная администрация. Вручение сертификатов прошло в неформальной обстановке. А как увидели Владимир Парфенов и Петр Кузнецов. Неформально, без вызова на митинг или к себе в кабинет поздравляла ветеранов Маргарита Семеновна Смайловская. Руководитель администрации к своей тезке пришла не с пустыми руками. Дорогая Маргарита Леонидовна, это вас от всей души с праздником. Крепкого вам здоровья. Это первое. И второе, вот это земельный участок вам. Вы стоите на очереди. Вот в честь Дня Победы и по программе губернатора мы вам вручаем, чтобы ваши близкие поставили вам маленький красивый домик и вы там наслаждались свежим воздухом. Конечно, объехать всех ветеранов невозможно. И невозможно вручить сразу всем сертификаты на земельные участки. Но это оформление по программе губернатора Московской области прошло в неочередном порядке, чем очень растрогало заслуженных людей. Большое спасибо от всех нас за мирное небо над головой всех наших россиян. 27 лет отслуживаю. Да я знаю, я же у вас не свежая, Свет Петрович. Мы вручаем вам сертификат на земельный участок. И пусть ваши вот такие замечательные детки построят вам маленький домик, чтобы вы дышали там свежим воздухом. Крепкого здоровья еще раз и с праздником. Времена изменились. И сейчас эти подарки воспринимаются уже совсем по-другому, чем 10-15 лет назад. И теперь вряд ли кто откажется от них. Поэтому, Светлана, мы вообще дышим вас праздничком. Мы потом по документам по всему с вами свяжемся, подскажем, что мы делаем. Мне ведь четыре раза давали. Да что вы. Да, да, по УЦРБ два раза. И где она? А я отказывала. У нас многие взяли. А вы не спрашивали. Мы просто вручаем и говорим, пишите свежим воздухом. И передавали. Все для проведения ремонта и строительства. Дома и на даче. И по доступным ценам. Строительная компания Эрон. Теперь совсем рядом. Город Пушкино. Новая деревня. Улица Институтская. Дом 27. Широкий ассортимент межкомнатных дверей. Металлические входные двери на любой вкус. И совсем недорого. Любые виды напольных покрытий. Ламинат, линолеум, ковролин, паркетная доска, пробковое покрытие. Все это рядом и превосходного качества. Ванны, душевые кабины, мебель для ванных комнат. Институтская 27. Краски, колеры, электрическая и сантехническая фурнитура. Услуги демофонизации. Сухие смеси. Гипсокартон. Огромный выбор всевозможного инструмента и крепежа. Все для малярных, штукатурных работ. Садовый инвентарь. Институтская 27. Мы работаем с 9 до 19 часов. Без выходных и перерывов на обед. Если у вас ремонт или строительство. За 15 лет работы туристическое агентство «Выбор» стало первым и лучшим в городе Пушкино и районе. Мы поможем вам оказаться в любой точке мира. Соотношение цены и качества, а также безопасность гарантированы. Каждые выходные из Пушкино вы можете отправиться в увлекательную экскурсию. Сделайте правильный выбор. И вы не пожалеете. Стрелковый клуб «Таргет» представляет Школа безопасного обращения с оружием в Королеве. Пройдите обучающий курс, сдайте экзамены и получите свидетельства для оформления лицензии на покупку оружия и скидку на покупку оружия в магазине «Следопыт». Вас также ждут детские группы для занятий стрелковым спортом, занятия с опытным тренером-инструктором, возможность потренироваться в стрельбе из личного или клубного оружия в 15-метровом тире. Клуб «Таргет.ру» Подать объявление в бегущую строку нашего телеканала теперь можно, не выходя из дома. Заходи на сайт телеблок.ру, пиши текст своего объявления и оплачивай его прямо на сайте. С помощью сервиса телеблок.ру операция займет всего несколько минут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Собрался строить? Пиши телефон. Город Пушкино. Экобетон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 30 апреля Академия Государственной противопожарной службы МЧС России отметила свой профессиональный праздник. 365 лет со дня образования пожарной охраны России. На загородной учебной базе Нагорная для учащихся 1-го и 2-го курсов Академии подготовили концерт. Актовый зал мгновенно заполнился юными МЧСниками. Места всем не хватило. Дополнительно расставили скамейки. Ребята с нетерпением ждали начала концерта. Мы же пытались с ними побеседовать. Ваши ожидания от праздника? Праздника, ну, думаю, то, что удивит меня это. Много будет моментов впечатляющих, запоминающих, ну и радостей, конечно. У скромных юношей мы старались выяснить, что же заставило их выбрать такую нелегкую профессию. После единства класса решил поступить по собственным желаниям, потому что помогать людям. Образование хорошее, но изначально из Академии плюсы. Помогать людям всегда хорошо. И деньги за это платят. Очень достойное призвание, я так думаю. Потому что спасать людей это и есть очень трудно, во-первых. И очень ответственно. Открылось торжество традиционными поздравлениями и вручением грамот. Успехов в вашей учебе, получения хорошей должности, приличной зарплаты, мира и спокойствия вам и вашим семьям. С юбилеем вас, ребята, берегите себя, учитесь хорошо. Вы помните, что ваши знания будут нужны вам. За вами будут стоять люди, а за людьми будут стоять семьи. И вы будете отвечать за них, так же, как будете отвечать за себя. Для юбиляров с сольными номерами выступили артисты Пушкинского музыкального театра. Заворожили публику во всех смыслах красочные танцы студии «Акварель» и ансамбля «Россияночка». «Акварель» и ансамбля «Россияночка». И все бы было замечательно, если бы не одно «но». Как-то уж совсем не вязалась атмосфера праздника с интерьером актового зала. Обшарпанная мебель, дощатые полы с пробоинами, занавес в огромных пятнах. Разве не подобает будущим героям огненного фронта находиться в соответствующей обстановке? Ответ очевиден. Оксана Савельева, Евгений Ромашихин, Владимир Парфенов, Анастасия Надеждина, телеканал «Твой Пушкинский». На этом у нас все. С вами в студии была Янжула Дарья. Желаю вам счастливого праздника и мирного неба. Всего вам самого доброго.